Всем привет! Сегодня я покажу как сделать объемный декупаж или 3D. 3D можно делать с помощью геля, 3D эффекта или также есть и другие способы. Я покажу вариант со шпаклевкой. В руках вот такая заготовка. Буду делать для сыпучих продуктов, для чая, кофе. Итак, подготавливаю поверхность для работы. Обклеиваю бока малярным скотчем. Я их грунтовать не буду. Грунтую спонжиком, белым акриловым грунтом, заготовку с двух сторон. Подготовила распечатку под размер заготовки. На кальку переведу деталь чашку и затем на заготовку. Наношу шпаклевку, передаю первоначальную форму. Намазываю два слоя с промежуточным высыханием. Вы можете использовать любую пасту для рельефа, кроме Санет. Я не рекомендую, так как паста Санет после высыхания плохо отшкуривается. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как высохнет с жесткой наждачной бумагой, шкурю до гладкого состояния. Шпаклевка очень легко отшкуривается. Края прошкуриваю, чтобы были гладкими, ровными и немного сливаю с плоскостью. Так додумано. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Дополнительно покрываю всю поверхность белой акриловой краской и прошкурую. Субтитры подогнал «Симон» Дополнительно покрываю всю поверхность белой акриловой краской и прошу. Субтитры подогнал «Симон» Дополнительно покрываю всю поверхность белой акриловой краской и тренировой краской. Субтитры подогнал «Симон» Расслаиваю распечатку известным способом – с помощью скотча в два раза. Субтитры подогнал «Симон» Дополнительно покрываю всю поверхность белой акриловой краской. Складу на файл и промазываю акриловым лаком распечатку и заготовку. Аккуратно кистью расправляю распечатку. Не рекомендую использовать клей ПВА, так как работа на ПВА со временем желтеет пятнами. ПВА дает необратимый химический процесс такой. Так что, если вам не нужен такой сюрприз, используйте специальный клей для декупажа или акриловый лак на водной основе. Прикладываю распечатку таким образом, чтобы чашечка совпала с барельефом. И начинаю от нее разглаживать, выгоняя излишки лака. Аккуратно снимаю файл и убираю по краям излишки лака. Оставляю сушить до полного высыхания. Шкуркой сошкуриваю излишки края распечатки. Шкурить нужно только вертикально. Сверху покрывать лаком сейчас не буду. Я проработаю дополнительно акриловыми красками. Работать по поверх лакированной поверхности отличается. И поэтому мне удобно работать на недолакированной распечатке. Полусухим спонжиком попачкаю края в тон. А также делю внимание чашечки тени. Вы можете что угодно подрисовывать, если это требуется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Мелко вернистой шкуркой прошкуриваю бока, чтобы изделие было гладким и приятным в руках. По личному желанию на распечатке тоже осторожно немного пройдусь Внутри можно проморить чаем, кофе, с курицей, пищевыми красителями В общем, в нужный вам свет После того, как высохнет, может выстать ворс от дерева Его наждачной бумагой удалить Крышку оставлю такой, с приятным цветом дерева Но её можно было бы также раскрасить в том распечатке Но я просто прошкуриваю, чтобы крышечка была гладенькой Я предпочитаю покрывать лаком внутри Для того, чтобы наше изделие не разбухло от воды, когда будем мыть или чистить Покрываю экологически безопасным матовым лаком Таким, с которым можно сконтактировать с продуктами Глянцевым лаком покрываю распечатку в 2-3 слоя в промежуточном высыхании Субтитры подогнал «Симон» Затем в финишном покрытии завершу воском Всю заготовку, за исключением детали чашки Воск придаст матовость после полировки А на объёмный рисунок чашки нанесу ещё пару слоёв глянцевого лака Вот и всё, работа готова Всем до новой встречи, пока-пока! Субтитры подогнали Симон Симон